В Твери выездной коллегии Московского окружного военного суда вынесен обвинительный приговор уроженцу Центральной Азии, 82-го года рождения, планировавшему выехать на территорию Ближневосточного региона для вступления в запрещенную в России международную террористическую организацию ИГИЛ. Деятельность этого человека пресекли сотрудники управления ФСБ России по Тверской области. В ходе расследования уголовного дела по части 2 статьи 205 прим. 5 Уголовного кодекса России полностью доказана его вина. Как нам удалось выяснить, гражданин России Далер Алакулиев решил уехать за рубеж для вступления в запрещенный на территории нашей стране ИГИЛ. В сети интернет он нашел представителей террористов, которые ему помогли, рассказали о подробностях переезда, подсказали маршрут. Алакулиев купил билет на самолет. В одном из аэропортов Москвы при попытке пересечения государственной границы его задержали спецслужбы, не позволив вступить в ряды международных террористов. В чем вы обвиняетесь? В терроризме. Вы признаете свою вину? Да, признаю. Что хотите другим пожелать, чтобы такого не было? Чтобы не поступали так, как вы? Ну, изучали свою религию досконально. Свою религию? Да. Не слушались никого. А религия какая у вас? Ислам. Истинный ислам? Истинный ислам. А не то, что выдают за него, да? Решением суда Алакулиеву назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Утром 18 апреля в Конаковском городском суде вынесен приговор 15-летнему подростку, признанному виновным в жестоком убийстве своих близких матери и бабушки. Суд учел малолетний возраст подсудимого и ряд смягчающих обстоятельств. Приговор суда 8 лет 6 месяцев в воспитательной колонии. По нашим данным, осужденный будет этапирован в Подмосковье и проведет в воспитательной колонии срок до наступления своего совершеннолетия. Накануне, 17 апреля, подросток в последнем слове сказал, что раскаялся и попросил у суда снисхождения. Адвокат подсудимого в разговоре с нами сказала, что парень в момент убийства находился под воздействием психотропного препарата. Иначе бы никогда не совершил столь жуткое и, на наш взгляд, немотивированное преступление. О мотиве убийства мы пытались узнать с того самого дня, когда в первый раз приехали на место преступления в деревню Сажина Конаковского района. Тогда от разных людей разного статуса слышали, мол, слишком строго воспитывала мама своего 14-летнего на тот момент сына. Захотелось, мол, мальчику свободы. Делай, что хочешь, общайся с кем хочешь. Никто слова не скажет. Теперь уже точно мама и бабушка навсегда замолчали. Вот только что будет с самим убийцей. Воспитательная колония – это только начало. Мальчику 15 лет. Потом пойдут взрослые тюремные университеты. Вспомним ту страшную историю мая 2018 года. Уже после полудня, 17 мая, патрульная служба выехала в Конаковский район области. Место назначения – деревня Сажина, в четырех километрах от районного центра. Именно здесь произошла трагедия, о которой просто трудно говорить. Не то, что видеть и слышать от очевидцев подробности совершенного преступления. Я с ума сошла. Просто какой у нас такой случай. Это ужас. 17 мая вся деревня обсуждала случившееся. Накануне вечером сюда приехала полиция. Говорят, муж нашел. Как бы вызвал. А вот вчера, допустим, вчера я видела, как милиция полдесятого вечера проезжала. Это значит, проехала по центральной. Потом свернула на Вишневую. А сегодня уже утром выяснилось, что вот в этом доме убийство произошло. Дом, где произошла трагедия, находится на самом краю деревни. Соседей нет. Рядом только поле и кустарники. Сюда ведет отдельная дорога. Именно по этой дороге вечером 6 мая сюда на своей машине приехала 54-летняя хозяйка дома и ее 16-летняя дочь. Женщина, поставив машину в гараж, пошла внутрь дома. Вскоре девочка, которой осталось закрывать калитку и двери гаража, услышала крики матери о помощи. Девочка знала, внутри находится ее сводный брат. 14-летний подросток. Когда девочка прибежала на крик, то увидела, как брат бьет мать ножом. При мне же было нанесено 4 удара в шее. Не знаю, сколько, когда она открывала подвал, было. И потом же он просто поставил под ножку, и она упала, и она ее дали. Женщина умирала долго. Около 20 минут раздавались ее хрипы. Врат в это время он уже начал собирать свои вещи, чтобы уехать в город. А вы где находили? Я находила в своей комнате. После этого он меня позвал вниз. Он сказал здесь все убрать. А мама где находилась? В этой еще здесь. Он уже тогда начал убирать труп. Обвязав труп веревкой, парень потащил мертвую мать в подвал, где уже лежала убитая им же бабушка. По данным следствия, 80-летнюю женщину внук убил этим же днем, только утром. Она смотрела телевизор. Он сказал, что я подошел сзади и донесла здесь топором удар. По версии следствия, 6 мая текущего года в утреннее время несовершеннолетний, находясь по месту своего проживания в деревне Сажина Конаковского района, на почве личных неприятельных отношений к своим неродным матери и бабушке, которые вырастили его с двух лет, нанес пожилой женщине топором множество ударов в область головы. Непосредственно после этого подросток взял нож, которым продолжил наносить женщине удары в области шеи и грудной клетки. От полученных телесных повреждений бабушка скончалась на месте происшествия, после чего несовершеннолетний перетащил ее тело в подвал дома. Говорят, когда вечером мать зашла в дом и увидела кровь, сразу кинулась к входу в подвал, куда вели следы. Тут-то на нее и напал сын. Кровь была вот на этих стенах, но я ее отмыла. И вот в основном, основная лыжа была в 10. Напомним, убийство совершено 6 мая. Тела женщин нашли вечером 16 мая. 10 дней убитые лежали в подвале дома, где продолжали жить брат с сестрой. А он вам запретил говорить, да, что-либо? Да, сказал, что ты будешь следующим, кого я могу убить. По словам сестры, первое, что сделал после убийства подросток, пытался вскрыть имеющиеся в доме сейфы. Один поменьше находился в кухне. Он пытался сначала разбить его спину со второго этажа, из-за которого ничего не выйдя. Он просто на два дня забыл про него, потом приехав, он звонит мне, я разбил сейф. Я, спросив, как он это сделал, он сказал, что это произошло топором. Я не стала точнее, каким, может, тем же, что он совершал убийство, может быть, другим. Большой же сейф он распиливал болгаркой. Той самой болгаркой, из-за которой они приходили к соседям. Они так сказали, можно болгарку, чтобы сейф скрыть. Больше ничего не знаю. Когда приходили? Где-то неделю назад. А кто приходил? Мальчик, Аня, его сестра, еще какой-то мальчик. Их трое было. Там находились сто с чем-то тысяч, и тут было около сотни. В итоге он потратил около двухсот тысяч, да, мне на две недели десять тысяч рублей. А еще парень снял с руки матери золотое кольцо и отнес его в ломбард. Также поступил и с другими находившимися в доме украшениями. Ему что, не хватало денег? Судя по обстановке, семья жила, мягко говоря, не бедно. Коттедж на элитной конаковской земле. Дом полная чаша. Вот я, допустим, слышала, вот как бы по деревне, что они занимались мясом, торговали. Свиней они тут держали, вот как бы там они держались. Все, больше это закрытые люди, мы практически их и не видели, и не знали. Как здесь... Они приехали на машине. Ну они не общались, как мы. Не общались, как мы. Я услышала, что этот мясной бизнес якобы мог сыграть зловещую роль. Мальчик с детства привык к крови, помогая родителям разделывать туши. Но это только догадки. А вот что сказала сестра на наш вопрос о причине чудовищного поступка брата. Почему он это сделал? Он мне раньше говорил, что ему нужна была свобода. Свобода действия, свобода слова. Что ему надоело все это и повлекательство матери. Я все время постоянно его пыталась освободить от этих мыслей. И у меня просто ничего не получилось. Я просто понимала то, что в конце концов поняла, что он реально немножко двинулся умом. В школе подозреваемого и его сестру считали странными. Как в деревне всех, кто уединенно жил в этом доме. Те, кто учился с подростком в одной школе, а на учебу он и сестра ездили в Конаково, говорят, в последние 10 дней он по-другому себя вел. Он всегда почему-то один был. Он всегда с кем-то ходил, а в последние 10 дней один ходил. Везде. Соседи говорят, 6 лет назад, когда родители развелись, дети остались жить с мамой и бабушкой. Кто в этом коттедже останется жить теперь, после трагедии, неизвестно. Возможно, дочь возьмет к себе отец. Именно он вечером 16 мая, заподозрив неладное, вызвал полицию. Телефон бывшей жены и тещи не отвечал, а сын отказывался пускать его в дом. Что за характер у человека был? Я не знаю. Нормальный парень. А что могло быть причиной, даже непонятно. Вы как нашли-то? Вы обнаружили, да? Не открывал? Да. А потом как? В полицию пошли? И что увидели? Он сразу сознался? Практически. Невольно вспоминается мясной семейный бизнес. Парень, а по нашим данным детям в этой семье не отказывали в шикарной с поездками за границу жизни, к матери и бабушке отнесся, как к привычному мясу. Убрал с дороги, смыл кровь и шагнул дальше. В будущее. На суде вел себя спокойно, даже хладнокровно. Приговор выслушал без внешних эмоций. Папа злодея как-то рассказал патрульной службе, что в СИЗО, ожидая приговора, мальчик начал рисовать. Скрашивать, так сказать, будни живописью. Надо же в чем-то искать отдушину, ранимой детской душе. Только от детства эта душа, на наш взгляд, ушла далеко, в сторону пропасти. И никакая живопись тут не поможет. Коттедж скоро как год пустует. Сестра убийцы живет у отца. Поступила в техникум. Ее брат признан виновным в совершении убийства двух и более лиц, а также в совершении двух краж и угона автомобиля. Приговор в законную силу не вступил.